МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Селям алейкум, здравствуйте! С вами передача «История крымских татар» и ее ведущий Эмиль Сейдалиев, заведующий кафедрой истории Крымского инженерно-педагогического университета, кандидат исторических наук. Сегодня мы с вами поговорим о выдающемся человеке, чья деятельность сплотила не только крымских татар, но и все тюркские народы России и мира. Его знали и знают далеко за пределами тюркского мира. Это выдающийся просветитель, мыслитель, общественный и политический деятель, издатель первой крымско-татарской газеты Исмаил Бей Гаспринский. Исмаил Гаспринский родился 8 марта 1851 года в селе Авджикой Ялтинского уезда Таврической губернии. Семья офицера Мустафы Алиогулу Гаспринского и его жены Фатмы Султан. Фатмы Султан – дочь крымского мурзы Тимир Газы Контакузова. Отец был уроженцем южноберезного поселка Гаспро, поэтому и взял себе фамилию Гаспринский. С 1854 года семью Гаспринских утвердили в дворянском достоинстве. Образование молодой Исмаил получал и в домашних условиях, и в начальной школе МИКТБ в Воронежском кадетском корпусе 2-й Московской военной гимназии. Образование и образовательная деятельность всегда играли ключевую роль в жизни Гаспринского. Не закончив обучение в Москве, в 1870 году он возвращается в Крым, где начинает работать учителем русского языка в начальной школе. Для этого ему пришлось собрать много документов и сдать экзамены, и в конечном итоге он получает это свидетельство от Симферопольской мужской казенной гимназии. Известно, что Гаспринский начал преподавать при Медресе в Ханском Бахсерайском дворце. В 1871 году Исмаил Бей уезжает во Францию, где, по мнению некоторых авторов, посещает лекции в Сорбоннском университете в Париже. Также есть сведения, хотя и не подтвержденные, что во Франции Исмаил Бей познакомился с Тургеневым и даже был у него секретарем. Прибывая за границей, Гаспринский активно путешествует. Кроме Франции, он также посещает Алжир, Тунис, Египет, Грецию и Турцию. С 1874 по 1875 годы он живет в Турции, после чего возвращается в Крым. В Стамбуле Гаспринский жил у своего дяди, который поселился тут после Крымской войны. Тут же Исмаил Бей пытался поступить в Турецкий военный колледж, но встретил препятствия со стороны русского посольства и главного визиря Османской империи. Находясь за границей, Гаспринский активно изучает культуру, историю и науку зарубежных стран. Именно этому периоду его жизни, вероятно, посвящены его французские письма. В 1876 году Исмаил Гаспринский вновь возвращается в Крым. И в Бахчисарае активно включается в общественную и политическую жизнь. Известно, что он избирается депутатом Легласным Бахчисарайской городской думы. Известно, опять же, что с ноября 1978 года он становится заместителем городского головы. А с 1979 по 1984 год сам становится городским головой Бахчисарая. А в мае 1884 года он складывает в себя полномочия депутата Бахчисарайской городской думы. Деятельность Исмаила Гаспринского на посту была также ярка и кипуча. В первую очередь он навел порядок в самой городской управе, где служащие не отличались соблюдением дисциплины. Новый глава города разработал четкий регламент работы подведомственного учреждения и ввел систему дисциплинарного взыскания за нарушением установленного порядка. Особенно строго Гаспринский относился к пьянству на рабочем месте. За нетрезвое поведение уже в апреле 1889 года он уволил одного из служащих, а в 1880 году – второго. В то же время городской голова понимал и хотел, чтобы дисциплина в управе держалась не на штрафах, а на чувстве личной ответственности, добросовестности и нравственности служащих. Проводил он и политику поощрений, и наград ответственным работникам. Известен случай, что 20 августа 1879 года Исмейл Бей наградил особо нуждающегося, но очень добросовестного работника премии в 6 рублей серебром. Время работы Исмейла Гаспринского в качестве головы городской управы характеризуется укреплением городского бюджета. Увеличение бюджета способствовало и развитию городской инфраструктуры. Было принято решение о ремонте и мощении городских улиц, улучшилось снабжение города продуктами питания и санитарное состояние города, для чего к Гаспринским была также разработана специальная система. Хорошие отношения сложились у Гаспринского с графом Милючиным, командиром крымского дивизиона, который размещался на зимние квартиры в Бахчисарай, что позволило обеспечить ночное патрулирование и общественный порядок в городе силами военнослужащих. Обновременно с работой в городской администрации Исмейл Гаспринский продолжает заниматься просветительской и издательской деятельностью. Как уже отмечалось, его вклад в национальное образование и развитие периодической печати крымских татар сложно переоценить. Именно поэтому в разрезе этой его деятельности мы будем рассматривать основные аспекты его биографии. Уже в 1880 году он отправляет прошение в Министерство внутренних дел министру Макову с просьбой разрешить ему издавать первую крымскотатарскую газету «Пайдалы Энглидже» или «Полезное развлечение» на татарском языке. Но уже в конце января этого года его уведомили, что прошение отклонено. Забегая вперед, скажем, что лишь в 1883 году было получено разрешение на издание первой крымскотатарской газеты. Переводчик Торджиман До получения разрешения Исмейл Бей предпринял несколько неудачных попыток начать издание периодической печати на родном языке. Для начала будущий издатель попросил разрешение у таврического генерал-губератора, генерал-лейтенанта Александра Александровича Кавелина приобрести типографский или, как тогда говорили, копировальный станок. Объяснял это свое прошение Исмейл Бей тем, что хочет печатать канцелярскую продукцию, пригласительные билеты, приз-куранты и прочие полиграфические вещи. Получив этот станок, Гаспринский задумал расширить ассортимент печатной продукции, о чем вновь направил прошение губернатору. В новом прошении он писал «Я крайне затруднен изданием нескольких книжек на татарском языке, так как типография с татарским шрифтом существует лишь в Казани и Санкт-Петербурге. Отсылка куда моих сочинений и переводов для печатни крайне неудобна и стоит дорого». Это прошение, поданное 1 ноября 1879 года, означало, что Исмейл Бей становился владельцем настоящей типографии, что требовало дополнительных материалов опросителей и более долгого времени на принятие решения. В конечном итоге, после соблюдения долгих формальностей, рискомое разрешение было получено. В своих прошениях об учреждении периодических изданий на крымско-татарском языке Исмейл Бей прежде всего руководствовался следующей мотивацией. Вследствие того, что многие крымские татары в то время не владели русским языком, они часто не могли знать необходимые сведения, что вводит татар в невольные заблуждения и влечет для них несчастье. Множественные недоразумения, усложнявшие жизнь простых крымских татар, приводили к распространению ложных слухов, иммиграции татар с родных земель и другим народным бедам, с которыми просветитель и предполагал бороться и помогать простым людям с помощью своих газет и журналов. Тут нужно отметить, что в действительности многие крымские татары в это время уже умели читать и писать на родном языке, учились в Миктебе при мечетях. Это обращение поддержал не только товарищеский генерал-губернатор, но и глава мусульман Крыма. В то время обязанности муфтия мусульман выполнял Сиит Якуб Эфенди, Кадьяскер, который обратился 31 декабря 1779 года с этим прошением на имя министра внутренних дел. Попытка издания заняться издательской деятельностью у Исмаила Гаспринского зародилась еще в далеком 1879 году. И это было периодическое издание, которое должно было называться «Файдало и Гленджи». Программа этого издания предусматривала правовые законодательные нормативные акты, то есть ознакомление читателей этими законодательными актами, новостные статьи там в целом по России, ну и как бы с других регионов взятые, о жизни, о деятельности людей, гигиена, здоровье. И, конечно же, там просветительская часть была, которую, вероятно, должен был курировать и редактировать сам Исмаил Гаспринский. Он вел, и через именно эту колонку он должен был доносить своим читателям свои мысли просветительского характера. Но отмечу то, что как бы это издание, оно так и не было издано. Программа его была, как бы все было одобрено, но почему-то Исмаилу Гаспринскому было отказано в издании «Файдало и Гленджи». Второй его попыткой было издание, тоже периодического характера, это закон, то есть канун, да, скажем так. И его программа тоже была направлена приблизительно, она была сходная, но вот тоже на самом последнем этапе как бы Исмаилу Гаспринскому было опять отказано. Несмотря на высокие чины просителей за дело Исмаил Бея, на его высокий ранг и исключительную благонадежность, уже 28 января 1880 года особый отдел по делам печати Министерства внутренних дел отказал без объяснения причин Исмаил Бею в издании его газеты. Но это не остановило нашего просвидителя, и он собирает новые документы, чтобы с новыми силами подать прошение об издании первой газеты. 23 декабря 1880 года Исмаил Бея вновь подает прошение Министерства внутренних дел с просьбой разрешить издание справочно-литературного листка «Закон». Как понятно из названия, с помощью этого издания Гаспринский планировал доносить до простых крымских татар все возможные нюансы российского законодательства, распоряжения правительства, права и обязанности граждан. Были предусмотрены в этом листке литературные справочные отделы, где должны были содержаться статьи по российской истории и географии, новости и хроника всероссийской местной жизни и многое другое. Но и тут начинающего издателя ожидала неудача. Ходатайство не было удовлетворено по причине невозможности установить правильную цензуру издания в Симферополе, о чем и было объявлено просителю 5 февраля 1881 года. Но и здесь городской голова Бахчисарая не отчаялся. Ему все же удалось наладить выпуск непериодического печатного издания, которое хоть и выходило еженедельно и имело сквозную нумерацию, но тем не менее каждый номер назывался по-разному. Таким образом, ему удалось обойти юридические нормы по контролю за печатью и цензурой. И вот уже 9 января 1882 года Гаспринский вновь подает прошение таврическому губернатору Севоложскому о разрешении печатать непериодическое издание на крымско-татарском языке с тем, чтобы знакомить крымских татар, как он писал, с русской культурой и образованностью и к рассеянию их недоверия как следствие неведения к русской науке. Результатом работы должна была стать серия сборников «Луна», «Солнце», «Школа», «Воспитание» и многие другие, направленные на просветительскую деятельность. В итоге покупатель и подписчик мог получить до 50 или более изданий по цене 3 рубля за все или 8 копеек за выпуск. Долгие и сложные бюрократические проволочки пришлось пройти и смыло Гаспринскому, прежде чем ему разрешили издавать эти материалы. В конечном итоге, после долгих и тщательных проверок, запросов благонадежности, политической и общественной лояльности и образовании, Гаспринский получил право на содержание типографии и печати в ней своего листка. В конечном итоге Исмаил Гаспринский получил разрешение на издание периодической газеты «Переводчик Тарджаман». И уже 10 апреля 1883 года первая крымско-татарская газета увидела свет. Можно сказать, что эта дата стала ключевой в развитии крымско-татарской печати, науки, образования и культуры, а также важной вехой в истории крымских татар. Газета «Тарджаман» тоже не сразу издавалась в такой большой типографии. Сначала Исмаил Гаспринский получил разрешение на приобретение станка Алисова. И только когда уже популярность газеты выросла, уже был набран штат сотрудников. И было построено отдельное специальное помещение типографии, которое на сегодняшний день является мемориальным музеем Исмаила Гаспринского. Мемориальный музей базируется в здании бывшей типографии. И вот газета издавалась на протяжении 35 лет, и Исмаил Гаспринский на протяжении, наверное, вот 30-35 лет знакомил посредством своей газеты своих читателей с своими литературными произведениями, но еще и внедрял через газету свои просветительские мысли. Следующими периодическими изданиями Исмаила Гаспринского это были два таких интересных издания. Это периодическое издание специальное для женщин. Когда его исследуешь и читаешь именно вот это издание, то выясняются такие факты, что не было на территории России специального периодического издания для женщин. Исмаил Гаспринский первым начал издавать вот специально для женщин вот этот журнал «Алеми Нисван» или «Женский мир». «Женский мир» издавался редактором, главным редактором был Исмаил Гаспринский, а помощником редактора была его дочь Шефика Гаспринская. Журнал издавался начиная с 1906 года, но отмечу такой факт, что в 1905 году вышел образцовый номер, который хранится в фондах Бахчисарайского историко-культурного заповедника. И в 1906 году оно уже стало издаваться, стало периодическим изданием, ну и оно выходило как бы приложением к газете «Переводчик». Исмаил Гаспринский работал, как известно, активно в двух направлениях. Об его издательской деятельности мы уже с вами узнали. Но занимался он также педагогической работой. И если через свою издательскую деятельность он просвещал взрослых крымских татар, то педагогика и его новометодные школы были направлены на подрастающее поколение, как крымских мусульман, так и России в целом. И надо сказать, что эти новометодные школы, как и его издательская деятельность, распространилась широко за пределами Крыма. Новый метод в педагогической деятельности возник как попытка реформирования начальной школы. На арабском новый метод «Усуль-Джадид» стал альтернативой для бытовавшего тогда в традиционном мусульманском образовании «Усуль-Кадим» старого метода. Поэтому иногда это движение называют «Джадидизм». Джадидизм базировался на звуковом методе. Он возникает в Крыму, и именно Исмаил Гаспринский предстает общепризнанным лидером этого реформистского движения, авторитетом и пропагандистом звукового метода. Для продвижения идей джадидизма Исмаил Бей использовал как страницы своей газеты, так и созданный собственноручно учебник для обучения детей крымских татар. Хаджай Субьян – учитель детей. В январе 1884 года Исмаил Гаспринский открывает первую школу, обучение в которой велось по новому методу. Об этой школе, открытой в приходе Кайтазага, он пишет на страницах своей газеты. Преподавание в этой школе велось по арабской и турецкой грамоте, чтении, письму, арифметике и основам религии. В школу принимались дети семилетнего возраста. Курс обучения составлял два года. Преподавал там сам Гаспринский, используя в качестве пособия изданный им учебник учитель детей. Работала школа под наблюдением Муэдзина Махмуда Эфенди. За обучение взималась плата 1 рубль в месяц. Так джадидистская реформа начала распространяться по стране. Уже в 1895 году в городе таких школ насчитывалось 7, а по всей стране более сотни. В дальнейшем просветитель планировал посвятить оставшееся время для обучения детей русскому языку и профессиональным знаниям, так необходимым подрастающему поколению. По мнению Смейл Бея, после обеденное время обучающиеся МикТБ должны были изучать одно из ремесел, которые были так востребованы и популярны в родном Бахчисарае. Многие новые молодые преподаватели переняли идеи джадидизма и стали использовать учебник Хаджея Субьян в своей работе. Родители, в том числе и среди богатых крымских татар, стали отправлять своих детей в новометодные школы и перестали жертвовать деньги в поддержку старых приходских школ, что, конечно же, вызвало волну негодования со стороны последователей старометодного преподавания. Против Гаспринского и его последователей развернулась целая идеологическая война, победу в которой одержали джадидисты. После затяжной борьбы, наконец, был принят и опубликован документ, который регламентировал обучение татарских духовных МикТБ Крыма. В этой программе и общих правилах было регламентировано, что отныне в Таврической губернии, в школах, обучение должно вестись по новому методу и с использованием новейших учебников. Важным было также достижение, в результате которого наказание для провинившегося ученика стало более гуманным. Недопустимо было наказание розгами или иными физическими способами. В МикТБ принимались дети не младше 7 лет. Курс обучения составлял 4 года, а учебный процесс занимал 8 месяцев в году. В программу входили вероучение и религиозные догматы, чтение Корана, история ислама, правописание, арифметика и многое другое. Правда, были и упущения. Так в программе не предусматривалось изучение русского языка. После экзаменов обучающиеся распускались на лето домой. После окончания МикТБ ученик получал специальное свидетельство об окончании учебного заведения. Публикация текста этой программы в 1909 году была убедительной победой новометодных школ и всего джедедистского движения. Для преподавания в новых школах нужны были новые учебные пособия. Учебники, подготовленные для русско-татарских училищ Илья Ильичом Казасом, уже устарели и не соответствовали потребностям новометодных школ. Поэтому Исмаил Гаспринский начинает издание собственных учебных материалов. Учебник, роль его, скажем так, что очень его роль велика, потому что, ссылаясь на методику, описанную в этом учебнике, начали издаваться подобные учебные пособия в Туркестане, в Казахстане, в регионах Поволжья. Но вместе с тем я отмечу и тот факт, что Исмаил Гаспринский, когда поехал в 1912 году в Индию, чтобы там тоже открыть новометодную школу, он повез учебник Ходжа и Субьян, но только, скажем так, на персидском языке, адаптированный под персидский язык, потому что тюркоязычное население Бомбея, где он открыл новометодную школу, они говорили на персидском языке. Конечно, новый метод Исмаила Гаспринского, он был встречен сначала в штыки, но потом, когда уже пошли результаты и начали повсеместно только в Крыму открываться вот эти школы, а потом уже за пределами Крыма и количество этих школ достигло около пяти тысяч, то, скажем так, что результаты, и те дети, которые получили образование в этих учебных заведениях, в МЕКТЭБах, по новому методу обучения, они сдавали экзамены гораздо лучше, и программа сама была гораздо... гораздо охват был программы, скажем так, широкий, направлен на широкий кругозор знаний учащихся. Поэтому популярность их выросла, и со временем люди поняли, что хотел от них Исмаил Гаспринский и чего добивался. С начала 1914 года ситуация в образовательных учреждениях Крыма меняется. По сути, все мусульманские МЕКТЭБ становятся обычными общеобразовательными школами. Для крымского джадидизма и для этих МЕКТЭБ важным было, что все учителя имели очень высокий уровень образования. Впоследствии они станут выдающимися деятелями крымско-татарской науки, культуры, общественной и политической мысли. О вкладе Исмаила Гаспринского в это, а также его последователях, мы с вами узнаем в следующих наших передачах. Большое спасибо, что были с нами. Чок Сагланс. Салахнин Каланас. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова